Какие объекты появятся в Бресте в ближайшее время? Насколько эффективна сегодня используется городская инфраструктура? Какие планы у градостроителей на ближайшую перспективу? И что будет проводиться в областном центре в год молодежи? Об этом и не только шел двухчасовой предметный разговор в Брестском государственном университете имени Пушкина. Во время открытого диалога Александра Рогачука со студентами были затронуты все важнейшие сферы жизнедеятельности берестейцев, в том числе и новый статус города. Безусловно, Брест заслуженно считается культурной столицей республики. Созданные здесь условия отвечают высоким требованиям. Молодые люди рады, что именно здесь проходят их счастливые студенческие годы. Прекрасный город и много программ, которые помогают студентам реабилитироваться в нем. Действительно, власти и все органы, которые помогают студентам и молодежи, действительно работают, действительно работа ведется во всех направлениях. И я счастлив, что я попал в Брест именно сюда. Я горжусь даже этим. Мне кажется, наш город, это хороший город, что и для молодежи он привлекательный, потому что есть много интересных мест, куда можно пойти, где-то из компании, где-то и самому даже погулять, если есть такое желание. Открытый диалог – это не показательное мероприятие, это возможность быть услышанными. Во время таких встреч у представителей власти есть возможность услышать мнение о том, насколько эффективно ведется экономическая, жилищная, социальная политика областного центра. Ведь, как подчеркнул Александр Рогачук, опасен руководитель, уверенный в своей исключительной правоте. А для молодежи это еще один повод обратить внимание на свои проекты и предложения, которые, возможно, найдут отклик и будут реализованы уже в ближайшее время. Студенческая молодежь – это элита молодежи, это люди, которые поставили свои цели получения высшего образования, это люди, которые прошли определенный ценз вступительных экзаменов, трудного обучения и так далее. Поэтому, конечно, абсолютно разумно сырье действия власти с оценкой молодой, перспективной части нашего города. Одна из главных целей проведения подобных мероприятий – возможность для студентов узнать информацию из первых уст, а не из соцсетей и форумов. Этого же мнения придерживается и мэр города. Кстати, как признался сам Александр Рогачук, активный пользователь сети интернет. Возможно, именно поэтому вопросы, звучавшие во время встречи, имели самый разный характер и специфику. Перспективы открытия в Бресте ресторана популярной сети «Макдональдс», возможность появления в городе большого концертного зала и площадки для уличных музыкантов. Это и многое другое стало темой для дискуссий мэра со студентами. Подобные открытые диалоги – это хороший шанс услышать и быть услышанными. Зачастую молодая часть нашего города владеет неправильной информацией о перспективах развития нашего города и в целом общества. Зачастую над ними так же, как и над нами, более старшим поколением давлеют те же стереотипы восприятия. Поэтому я считаю, что на таких встречах как раз-то и происходит какая-то синхронизация общих взглядов на развитие региона, на развитие города. Поэтому это для меня главная задача встречи.